Аграрии Орехово-Зуевского района бьют тревогу. Посевные работы до сих пор не выполнены даже на 60%. Холодные начала лета и постоянные дожди не дают сельхозкультурам нормально развиваться. В связи с этим на территории района вводится режим чрезвычайной ситуации. Стоит трактору проехать 10 метров и сразу становится ясно, что посевные работы и сегодня отменяются. Из-за сырой земли забиваются дозаторы, из которых должны поступать зерна кукурузы. Вот такое должно быть, вот оно должно рассыпаться. Вот такое нормальное состояние для посева. Вот, когда гребешки эти просохли, вот оно. Вот такая должна, вот. А у нас получается вот что. Вот, как его. Все поля сырые, жалуются аграрии. Чтобы немного просушить почву и разрыхлить ее, в дело вступает дискатор. Но и эта машина дает сбои. Каждые 15 минут водителю нужно останавливаться, чтобы очистить от прилипшей земли диски, которых 30 штук, а затем снова в поле. Но и здесь не обходится без проблем. Не каждая техника по такой дороге может дойти до места работы. Дорога в Малиновских лугах выглядит как после бомбежки. Посевные работы начались в сроке. С 6 мая на полях ЗАО «Аграрное» сажают кукурузу. Но на сегодняшний день работа выполнена только на 70%. А первые всходы не сулят ничего хорошего. И вот она, желтоватая какая-то, прямо жалко растение. А какая должна быть? А должна быть уже полметра, сантиметров 30, в зависимости от почвы. От 30 до 50 сантиметров должна быть в настоящее время. Всему вино объясняет Станислав Стукан. Погода. Холод и постоянные дожди не дают развиваться урожаю. Единственное, что сейчас более или менее растет, это овес. Как будто сей овес. Грязь, будешь князь. Такая же ситуация и у Орехова с Зуевым молоком. Здесь тоже никак не могут закончить пассивные работы. Сроки растянулись уже на две недели. Многие поля все еще в воде. Техника попросту не справляется. Смотрите, вот поле Власова. Вот оно, куда мы не можем въехать до сих пор. Это здесь, где 25 гектар, это поле. Мы сюда въехать не смогли. Сегодня, в частности, в районе деревни Сальково трактор у меня утонул. Мы его вытаскивали. И сейчас он работает. Перекинули его на другое поле, в деревне Высокого. Такого неурожая аграрии не помнят с 2010 года. Тогда все пропало из-за аномальной жары. Сейчас с точностью, да наоборот, сырость и холод. На сегодняшний день в Орехово-Зуевском районе посевные работы выполнены только наполовину. Однозначно у нас не будет посеяно более 150 гектаров зерновых культур. По картофелю также отставание идет значительное. Только 22% посажено картофеля. И тот картофель, который посадили, он еще не взошел. То есть мы не можем оценить, какое состояние картофеля и будет ли он вообще сходить в таких погодных условиях. В связи с этим в ближайшие дни на территории района будет введен режим чрезвычайной ситуации. А для сельхозников будет оказана вся необходимая помощь от администрации Орехово-Зуевского района и правительства Московской области. Не будет изыматься выданная им из бюджета Московской области несвязанная поддержка. То есть она авансом выдается на этот год, на проведение весенних полевых работ. И в этом году, раз они не досеяли, они не отчитаются за эти посевные площади. Поэтому правительство решает в этот раз принять решение о том, что несвязка будет им сохранена. Второе. Будет рекомендовано банкам пролонгировать кредиты. То есть заморозить процентные ставки по кредитам, которые уже предприятия взяли на проведение весенних полевых работ. Значит, возможно, какие-то другие преференции, которые будут оказаны Московской области. А пока аграрий готовится к худшему и начинают подсчитывать убытки. Урожайность – это раз, убытки. Дальше излишние затраты на обработку, подготовку почвы, я говорю, в два-три раза больше приходится тратить времени и сил. Соответственно, затягивается все, растягивается зарплата, естественно. В первую очередь приведет к недобору кормовой базы, то есть недополучие, естественно, трудности будут с кормлениями. Это приведет и к закупкам дополнительным кормов. Мы не плачемся, мы работаем, вы видите, мы не ждем милости. Мы работаем, пытаемся, делаем все для того, чтобы каким-то образом заготовить корма в этом сезоне, пройти зимний период со своими кормами. Поэтому техника до сих пор не уходит с полей. Несмотря на ушедшие сроки, агрария планирует засеять все свои поля и больше всего надеются, что лето, наконец, принесет хорошую погоду.